Наталья, здравствуйте! И вы просили показать вам, как сделать эскиз более эффектным, более живым. Что с ним можно сделать, для того, чтобы он смотрелся более интересно. В целом, вы уже нарисовали очень неплохо. И тут надо понимать, что каждый художник имеет свой собственный стиль работы. И нужно от этого отталкиваться. Здесь нет какой-то универсальной системы. Я, например, больше сторонник минимализма. Я люблю большие открытые плоскости, четкость, графичность. Это мой стиль. Но это не обязательно, что он должен быть у вас. Одна из моих студенток, она, например, очень любит маленькие детали, такие красивые, очень женственные линии. Это вот ее стиль. Мы с Софией работаем, она тоже очень любит детали, всю живописность. Здесь именно восприятие эскиза – это ваше индивидуальное право. Я могу немножечко показать, что бы я сделала с этим эскизом. Я приблизительно понимаю, о чем вы меня спросили, да, чтобы он таким более живым показался. Первое, что мне кинулось в глаза – это брючки. Брюки можно оживить. Но это кропотливая работа. Поскольку вы меня спросили, сейчас буду показывать. Линия низа, она не может быть абсолютно гладкой, при том, что у вас складочки. Поэтому я сейчас добавляю точек, много точек добавляю. И буду, согласно вашим складочкам, делать вот такую кривизну низа. Это мне позволит, почему у меня двойной слой, потому что у вас там еще дополнительная заливка. Давайте я пока уберу. Вот, то есть мне данный момент позволит уже низ сделать живым. То есть не то, что у меня вот оно по прямой и там какие-то складки, а то действительно, как оно в реале будет смотреться. То есть мы будем добавлять много-много точек. Сейчас я их планомерно все добавлю. То есть я на вашу же линию, я даже линию не особо перерисовываю, добавляю, соответственно, точечки, чтобы низ получился вот такой вот волнистый. И за счет этой волнистости было полное ощущение того, что у меня это действительно такая вот складка. Сейчас мы сюда точек. Там еще что-то. А, у вас нога там нарисована, я смотрю. А сколько у меня открытий чудных. Так. Соответственно, вот эти все красивые точечки, они сюда будут у нас находиться. И вот к каждой складочке, к каждому гребню этой складочке я подвожу дополнительную точку, которая мне позволяет, соответственно, эту кривизну показать. Это оживит эскиз. Насколько их глубокими делать, это уже художное восприятие, поэтому каждый тут сам выбирает. Одну штанинку покажу. Вторую можно будет сделать самостоятельно. Так. Ну, соответственно, здесь можно не так сильно их уводить, но просто добавить, что там какая-то идет вот эта вот игра у нас. Это мы с вами сделали. Что еще мы можем сделать? Ну, давайте мы сейчас, во-первых, заливку создадим. То есть вот она уже такая неровненькая, что мне уже очень нравится. Так, теперь мы вытащим эту заливку. Вон она какая там вся интересная. Видите, у вас сюда в заливке есть вот этот вот квадратик. Даже если вы берете стандартную заливку до полюстратора, и, в принципе, мы можем его туда поправить. Так, его сделаем. Севенький у нас там была заливка. Можем это обыграть. Теперь выбираем опять все вместе. Тащим в заливки. Должна была создаться правильная заливочка. Сейчас мы... О-хо-хо. Сейчас. Стерла я кусочек. Стирать-то я не хотела. Вот эта заливка. Вот ее-то мы и вытаскиваем. Почему не копируются? Что такое? Так вот. Сейчас еще раз приближаем. То же самое сейчас сделаем. Иди в, идем, идем. Иди в, идем. Иди в, идем. теперь можно все вместе выделить и запихнуть в заливки должно все получиться сейчас проверим берем нашу с вами штучку почему-то ушли точечки интересный вопрос так соответственно вот она уже более живая линия вот эти линии которые у вас идут давайте сделаем как было это заливка получилось была такая верну такую тут все было как так вот мы ее сделали там теперь смотрите вот эти вот линии которых много которые у нас расположены на брючках у нас даже нога идет а их тоже желательно сделать неравномерными у нас вот здесь есть профиль линий можно их каким-нибудь вот либо красивыми сделать даже потоньше вот так то есть получается что где-то утолщение линии где-то утонения и уже тоже смотрите видите как насколько по-разному идет восприятие специально делаю на соседнем эскизе они прямо на вашем чтобы вы видели как это все происходит да как она взаимодействует сейчас сюда такой же профиль да вот эта линия с утолщениями и утонениями на 075 смотрите так дополнительно помимо того чтобы вот эту красоту сделали нам не хватает теней при этом поскольку это у нас плесе да у нас у каждой складочки есть тень вот она правильно видеть тень 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 вот у вас их нет у вас все складки обозначены только линиями а нам нужно их обозначить тенями я сейчас перебегну к одной маленькой хитрости так и теперь каждую линию сделаю объектом как я это буду делать я ее выбираю ищу ее точку до попадаю в нее и каждой линии сейчас проведу такую вот большую толщинку то есть это будет такой вот объектик потом каждый объекте мы зайдем с вами тенью у нас сразу складки станут объемными тут нужно понимать что нельзя лениться если вы хотите действительно получить очень такой красивый яркий эффект то вам нужно либо изначально на плоскостной играть основе да и не как бы минимизировать количество объектов за счет этого получать эффект либо же не лениться и делать много-много вот этих объектов которые будут вам создавать нужные эффекты каждое изображение индивидуально поэтому здесь нужно просто понимать тот эффект который будет желательно достижение как видите я прям скопировала чтобы у меня та линия которая есть она потом будет совпадать с моим с моей тенью это будет очень удачно все равно руками я каждый объект прорисовываю автоматизировать здесь практически нечего так дальше то есть вы рисуете складки складки нужно вырисовать соответственно каждую складочку уделяем ей время уделяем место и желательно складки рисовать двумя типами объектов это линиями и самими объектами непосредственно вот чем мы сейчас и занимаемся так вот я их нарисовала что теперь я делаю я теперь выбираю все вместе меняем местами то есть у меня теперь нету контура но у меня есть заливка и вот сюда их помещаю назад видите они достаточно так ярко встали но я же все сгруппировала и залила черным теперь могу сделать тень и вот у меня сразу пошла уже такая игра света тени соответственно вот эти все линии нужно сделать точно также сейчас выбрать для них тоже такие складочки запустить при этом мне кажется что вот этот цвет светлый слишком светлый его можно немножечко затянуть будет получше вернем заливку так и теперь вот это такая работа очень тонкая так хорошо теперь вот эти линии так а куда у меня заливки делись мудрила 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 и куда-то у меня летели мои красивые заливки так вот сейчас здесь точно так же сделаю заливочки вот они линии я их копирую и так же как в предыдущем случае сейчас на них буду рисовать из них буду делать объекты которые будут служить мне тенями только если в предыдущем случае я все тени рисовала по правую сторону от линии то в данном случае я буду рисовать по левую сторону от линии что у вас гладко шла сюда так 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 как Так, и еще одна. Все, я их все сделала, все выбираю, сгруппировать и прошу мне их сделать такими же, как эти. Ставлю их на место, они чуть-чуть длиннее, но мы сейчас туда, назад уберем. Настраиваем прозрачность и все вот это вместе взятое увожу на задний план. Так, а вот этот синий слой я сейчас заблокирую, потому что фигура нарисована, она мне не сильно нужна сейчас. Вот у меня уже получились брючки. То есть, видите, они более объемные, более играющие. Видно, что у них здесь какие-то складочки. Плюс ко всему можно добавить еще тенюшки. Например, вот так вот. Смотрите, только не попадайте ни в какие объекты, чтобы тень легла. То есть, здесь это уже просто дополнительную тень. Мы сейчас нарисуем вот таким вот жестким моментом. Да, но я ее сейчас не полупрозрачностью сведу практически на нет, но она там будет. То есть, вот она идет. А теперь можно вот здесь тень добавить. Опять же, не попадаем ни в какие объекты. Постараемся, чтобы она просто у нас легла. Так. То есть, добавляем объемы. Опять сейчас берем и непрозрачностью ее убираем. То есть, не надо бояться, чтобы там сверху какая-то очень жесткая штука легла. Сейчас вот ее. Вот. Она уже как бы, видите, нога начинает формировать объем. Соответственно, можно вот сюда добавить. То есть, здесь, скорее всего, вот это все вместе будет у нас тоже в тени. При этом мы же можем тень добавить на все. Вот так. Вот. Сюда тень добавили. И эту тень опять сейчас непрозрачностью. Я люблю делать тени непрозрачностью. То есть, когда она у вас темная, и вы ее туда кладете. Вот она, видите, объем такой начинает формироваться. Дальше вот здесь у вас тоже складочки. Вы хорошо их начали рисовать. Сейчас мы тоже линии подукрасим немножко. Так. Вот эта линия. И вот эти. Они такие, получаются более жесткие, более топорные. А это нам не нравится. Мы хотим, чтобы они были такие прям нежненькие. У нас тут есть вот с утолщением и с утонением. Видите, сразу какая линия такая. Более мягкая пошла. Здесь. Здесь у вас тоже, судя по всему, складочки идут. И мы их, соответственно, сейчас добавим. То есть, по сути, немножечко не хватает вот такой художественной в эскизе работы, которая будет позволять делать его более тонким, более вкусным. Так. Тоже опять же формирую степень прозрачности. Вот. Они добавились. Здесь. Здесь обязательно будет складка под низом. То есть надо смотреть прямо на тот бант, который у вас там есть. Здесь вот складка будет. Теневая такая штука пойдет обязательно. Поэтому сейчас мы ее сюда сделаем. Так. Здесь тоже более интенсивная тенюшка пойдет. Видите, я даже особо вам форму никакую не правлю. Я просто подправляю там, где должны быть тени. И уже сразу начинает больше играть. Подправляю качество линий. Вот сюда она тоже встала. Вот эта рука, она тоже здесь тень будет. Вот такая. Сверху. Сюда. Здесь она будет неравномерная. Вниз. Так. И сюда можно вот ее вторым слоем даже запустить. То есть тень на тень наложится и будет в одном месте более такое густое пятно. Чем-то на акварель похоже, да? Когда слой за слоем накладывается. Только здесь у вас есть возможность ее полностью убрать. Такая лессировка, не лессировка. Здесь тоже. Вот здесь будет тоже глубокая тень. Вот это место. Я поняла сейчас. Вот это место тоже будет глубокой тенью идти. в которой рука уходит за основную ногу. Здесь будет тень. Соответственно тоже сейчас мы ее черным делаем. и смотрим насколько она нам нужна тут яркая. Так. Проверяем. Угу. Так. Здесь тоже вот эта часть должна быть темнее. То есть вот ее всю-всю-всю нужно насытить для того, чтобы она стала более живой. Вот уже смотрите по сравнению. В принципе они похожи, да? Но какие-то моменты они такие более живые. Будет ли обувь у нас белая? Или все-таки мы эту обувь подкрасим в какой-то другой цвет? Да? Чтобы она у нас нашла. В принципе лицо это как бы авторский момент. Не хочу даже его трогать. У вас там бровь и глаза. Ну как бы вот ваше авторское прочтение. Не совсем будет корректно его. Корректировать. Вот эти вот брошенные линии, да? Тоже плохо. То, что да, вот там будет вот так вот она загибаться туда. Да, вот здесь еще будет тень. То есть весь эскиз надо прям вот облизать. Но опять же я говорю, здесь вот авторский стиль должен пойти. Я сейчас показываю со своей какой-то колокольной. Но у каждого автора он свой. Вот. И уже брючки заиграли. Уже вот поясочек можно сейчас здесь тоже потемнее нарисовать. Чтобы он так хорошо выделялся. Уже тенюхой такой. Вот они получаются уже более живые линии, более вписанные. Можно еще такой сделать маленький, маленькую хитрость. Сейчас я разблокирую все. Но это уже с точки зрения оформления эскиза. Вот мы сейчас все ее взяли. Это нужно с фигурой. Целиком девчонку взяли. Скопировали. И для моей любимой обработки контуров слили все в одну большую тетю. И вот эту тетю с небольшим сдвигом на самый нижний слой. Сейчас выполним свой создам. Вот. Она нам дает такой вот теневой момент. То есть как бы девочка уже кажется как будто бы в таком объеме. И потом ее можно, например, задвоить. Вот таким образом. То есть она такая более... Лицо можно поправить. Но вот не хочу править с точки зрения... То есть там тоже можно ценнее добавлять. Там шея, например, должна быть чуть более темная, чем основа. А за счет этого у вас будет создаваться светотеневой эффект. То есть когда вы вот так берете и чуть-чуть темнее делаете. Здесь вот в еремную ямку будет уходить. То есть это все надо просматривать. Но, мне кажется, какие-то основные моменты я вам показала. Если будут еще вопросы, пишите. С радостью отвечу. На этом все. Пока-пока.